Всем привет! Вот пришел мой заказ из магазина Радуга вышивки. Я заказывала нарезку ниток и основу для своих новых процессов, которые я осенью планирую начать. Это серия Ботаника схемы Вероника Аженер. Я выбрала три сюжета. Пока заказала на два сюжета. Основа на три сюжета, а ниточки на два сюжета. Я пока еще не смогла определиться с третьим сюжетом. Вот смотрите, эти ниточки у меня на гортензию и ниточки на розу. Тебе не дали. Нельзя. На тканюшке нельзя. В общем, девчонки, вот вы сейчас видите два сюжета, которые я планирую начать. И подбирала третий сюжет, чтобы к ним подходило. Ну, как триптих, да? Вот. Ой, там столько много всего. И пионы, и глицинии, и ирисы. Ну, там многие цветочки парные. Например, два ириса или два мака. Ну, как-то для нас, россиян, немножечко непонятно четное количество цветов. Я выбирала, чтобы такой сюжетик был, подходил более-менее для нас, для нашего региона. Вот. Ну, чтобы нам как-то привычно, мне привычно смотрелось. Но, в общем, третий сюжет, я все-таки думаю, будет фуксия. Оля сейчас приедет и нарежет мне еще ниточки на фуксию. У Оли есть вся палитра ниток DMC, и она мне вот эту нарезку собрала. Посмотрите, какую я выбрала основу. Не вся основа у Оли есть в наличии. Вот эту я под заказ заказывала, но ждала я недолго, где-то недели две. Вот, видите, ну, поскольку я живу в Оренбурге, я могу самовывозом забрать. Если вы живете подальше, то еще пересылка может быть подольше. Три недели займет. А у меня где-то две недельки, и пришел вот такой лен, кэшелл, 28 каунта, винтаж. Посмотрите, он практически белый. Он на картинке смотрится немножечко серее, или как-то так коричневее. Но на самом деле он вот такой вот, вот такой белый, почти белый. И на нем разводы. Вот такая вот основа. На таком льне я вышивала уже, на чисто белом. Ну, а вот такой с разводами первый раз. И здесь у меня отрез 50 на 140. То есть как раз на три сюжета. Вот. Ну, то, что мне докупить ниточки на третий сюжет, и все. Вот. И девочки, еще у Оли для вас есть информация. Сейчас я вам покажу ролик, который Оля для вас записала. В ее группе появились мошенники, которые пишут клиентам и предлагают сумму для оплаты. Если, например, вы под фотографиями пишете, хочу сделать заказ, они тут же выходят на вас и пишут. Оля работает одна, отвечает только сама лично на комментарии. У нее свой номер телефона, все данные указаны на сайте на ее. Ну, в общем, сейчас Оля сама вам все скажет. Дорогие девочки, обращаюсь к вам уже не в первый раз по поводу мошенников, которые орудуют в группах ВКонтакте. Пока вот это только ВКонтакте я наблюдаю. От моего имени представляется, что работают у меня менеджерами. В группе ВКонтакте у нас указано, внизу, когда вы листаете на стене сообщения, посты, там видно, что администратор группы, Польщикова Ольга, больше никто со мной не работает. Ни деньги, ни заказа, никто не принимает. Если вы сомневаетесь, у нас в группе и ВКонтакте, и на сайте Радуга Вышивки, и в Инстаграме везде указан номер телефона. Практически у всех сейчас есть WhatsApp. Телефон подключен к WhatsApp. Пишите лучше WhatsApp, потому что этот телефон всегда со мной, он только у меня. Кроме меня, с этого телефона вам писать никто не может. И не отзывайтесь, и никогда не давайте ни свои телефоны, ни адреса первым попавшимся людям. Лучше 10 раз переспросите или обратитесь. Посмотрите еще раз, внизу в группе ВКонтакте указан один администратор, Польщикова Ольга. Все больше никто заказы от магазина Радуга Вышивки не принимает. Ну, в общем, вот такая информация. Ссылочки на Олену группу и на Олен сайт будут под видео. Все, переходите только по этим ссылкам, никакие другие ссылки не действительны. И никто у Оли с клиентами не работает, кроме нее самой. И счет для оплаты только один единственный у нее. Так что вот так, девочки. И чтобы видео не было очень коротким, я сейчас вам покажу еще фрагмент, который я снимала сегодня же, в этот же день. Мои молодые, молодожены приехали из свадебного путешествия. И сейчас они сами вам все расскажут. Ричик, кто приехал? Алина? Алина с Пашей приехали. Привет всем, молодежь мои, приехали. Привет. Вот они мои красавчики. Как Москва? Большая. Большая. Так, а ты что, тебя снимать? Ну подожди. Мама тебя долго снимала. На мать? Рот разеваешь. Видела, как младшенький себя видел? Совсем от рук отбился. Мы бы там жить не хотели. Не хотели в Москве? Суетная Москва? Значит, кошмар. Ну да, мы привыкли, конечно, поспокойнее тут жить. Более размеренно. Мы походили там по музеям, по планетарию и все. На всю жизнь находились. А если бы был выбор, ты бы где жила? В Москве или в деревне? В деревне. В деревне? Кстати, мне тоже деревенская жизнь нравится больше. Говорят, что Москва город возможностей, но там столько людей, по-моему, там нет возможностей вообще ни у кого. Просто мы непривычные, мы устаем. А я не представляю, как они на работу по столько часов в пробках ездят. Столько времени они тратят зря. Там метро есть скоростное, но если куда-то ехать, допустим, нам в музей нужно ехать было там палеонтологически, да? Поехали, и там нужно сначала доехать на метро, на автобусе. Сели на метро, проехали там через три пересадки. На одно метро, пересели на другую ветку, пересели на другую. И там еще ехать на автобусе дальше до музея. И так же назад. И мы пока доедем до музея, мы уже нагуляемся и уже домой охота. Алина говорит, устали гулять. Ну вы молодцы, вы много посмотрели. Везде катались, и по Москва-реке, и в музее. Вы молодцы. Ну, еще погода холодная была, что... Паш, а ты где бы лучше жил, в Москве или в деревне? Конечно, в деревне. Конечно. Вот видите, у нас молодежи тоже мысли сходятся. Молодцы. Вы друг друга нашли. Деревню нашли, где жить будете, да? Понятно. Холодно было в Москве? Ну, где-то дня два сильно холодно было. А у нас с собой только кофты, там люди в куртках ходили. Ну, пришлось ходить в кофтах. Мы думали, что заболеем, но что-то пронесло. А в поезде кондиционеры были, нет? Ну, когда туда ехали, было прохладно, и так нормально было. А назад кондиционер сильно работал. Вот я не могу под кондиционерами лежать. Кстати, мы тоже с папой ездили в Москву, и там холодно было. И я все, что было, все кофты на себя одела. У меня там фотографии такие вообще от нас. Тоже все в куртках ходили, хотя это... А в это же время мы ездили. Алинка, точно в это же время. У меня в Инстаграм вылезло воспоминание. Как раз я в Москве фотографии. Вот в это же время, когда вы там были, в эти же дни. И такая же погода совпала. Последние вот только два дня теплые были. Сюда приехали, тут жара. Уехали, жара. Приехали, тоже жара. Да, у нас вообще было 37. Это вот сегодня 30-31. А когда вы были в Москве, было 37. Алина здесь пряжу собрала, единорожков ей заказали. Вот таких она вяжет на заказ единорогов. Уйди, речек, это не тебе. Большой остался. Никому ненужный. Дростный сидит. Никому ненужный, никто не купил. Месяц один сидит дома. Подружку купили розовую, его нет. Сколько стоит такой? Ну, полторы без пересылки такой. 1500 и 300 рублей пересылка по России. Еще можно поменьше. Вяжет она поменьше. Ну, у Алины есть группа своя. У меня под видео есть ссылка на группу. И там можно ей заказать цвет, какой размер, какой. Это все с Алиной обговариваете. Вот таких красотулек. Сейчас вот заказали три маленьких единорожки. Вместе с пересылкой 1000. Ну, то есть 700. 1000 рублей с пересылкой, да? А если несколько единорогов, вот сейчас заказали ей три, это будет по 700 рублей, да? И плюс 300 рублей пересылка. Ну, я там еще скидку иногда делаю, округляю, если несколько игрушек. Если несколько игрушек. Вот такие вот красотулечки. А у меня посылочка от Лены. Я давно вам не показывала. Сейчас заодно покажу вам посылку. Алин, а здесь Лена тебе прислала. Тут много тебе, вон и пряжа. Я тебе не показывала. Посылка давно пришла, она у меня спрятанная стояла. Ализе и Савки. Ализе, а это набивать игрушки? Я из меня грибы делаю. Это очень красиво получается. А этот лезет, да? Эти лезет. Да. Тут были конфеты, много конфет. Мы их съели, я их достала. А это все лежит. Это мне наборчик и Тимуру. Я из мусульманской серии уже вышивала бисером, а вот такого не было у меня. И Лена прислала. В общем, это получается мне подарок вышивать и Тимуру. Готовая работа будет для Тимура. А вот тут нам опять общая, да? Да, а это нам с тобой надо делить, чем нет. Ты тебе. Давай, доставай, будем смотреть. Может, там тебе что-то нужно. Ты же сейчас забрала, вон, крючки свои. Контейнеры. Контейнеры для бисера. Коробочки тоже нам нужны. Это бусины мне, наверное, для маячков. Ты вот туда откладывай на диванскую коробочку. Перекладывай. А это подставочка, да, яички. Под халями. Крепления какие-то. Да, крепления. Я, кстати, спрашивала у нее, что за крепления. Она мне писала. Это делать карту цветов. Она делает карту цветов бисера. Вот из таких. Я как-то хотела сделать карту цветов. И она мне прислала заготовки. Я, правда, с удовольствием бы купила карту цветов бисера пресиоза готовую, но я не могу ее найти. Вернее, есть от самой пресиоза, но она очень дорогая. Самодельную карту я не нашла. Клипсы. Клипсы, прищепочки. Блин, у меня ног все-таки со свадьбы отросли. Сколько времени прошло, можно считать, как по дереву, по кольцам. Надо на коррекцию задать. Ну, да. Ну, у тебя более-менее. А мама вообще заготовки сливы делала. У мамы вообще ужас. Маме нельзя руки в кадр вообще засунуть. О, это глазки у меня. Глазки. А ты вот только спрашивала. Глазки пришли с Алиэкспресс. Нет, не пришли. А тут Лена. Спасибо. Лен, представляешь, я сколько прятала это все, пока не сниму на видео. Ну, это тебе. Да, это мне. Таким не занимались. Крючок. О, четыре с половиной краски у меня делаю. Наверное, говорили кто-то, да? Ну, наверное, Лена знает, что игрушки такими вяжутся крючками. Видишь, какая ручка здесь широкая. Классная, наверное, удобная какая-то. Угу. Мне будет красная. Давай, какая-то ручка здесь интересная. Мне одной, Алинка, скучно видео было снимать с тобой веселее. Классный. Классный. Лен, спасибо большое. Кстати, вот это вот номера, я не понимаю, здесь написано у всех миллиметры, а здесь цифры. Угу. Получается, допустим, четыре с половиной всегда под цифрой семь, что ли, или что? Я не знаю. Может, попало? Три с половиной, нет? Нет, три с половиной. Для трех с половиной он больно. Это четыре с половиной. Четыре с половиной, да? Ну, и видишь, рядом номер. И вот почти на всех крючках вот написано миллиметры и рядом номер какой-то. Да. Ну, зритель сейчас напишет. Просто у нас в России по миллиметрам меряется, а может быть и в Европе там другие измерения. Да, там, может быть, они по номерам идут. Ну, просто не может быть, что до четырех с половиной, там, шесть, пять, это очень мало. Ты видела, мы когда одежду заказываем, мы, например, заказываем российский размер, например, 52-й, или, например, 2XL, там в Европе свои номера. Наверное, и здесь так же. Это мне. Это тебе, да, тебе нужны такие, ты вяжешь. Наборчик. Наборчик. Для плетения. Для плетения. Это браслетик плести из бисера. Смотри, какой красивый. Ух ты, не хочешь попробовать плести, Алин? Нет, Алину, что-то не могу я подсадить ни на плетение, ни на вышивку. Вау, это бабочка. Бабочка от... Да, это бабочка адмирал красный. Лена, только не расстраивайся, у меня есть такая бабочка, но там огромная серия. Я либо с кем-нибудь поменяюсь, а либо я продам и на эти деньги куплю другую. Вот, так что ты не переживай. Всё равно я в любом случае рада подарку. Он ни в коем случае не пропадёт. Ты что, помнишь все свои наборы? Конечно, я помню все свои наборы. Как? Как? А как я в молодости? Календарики. У меня их там было тысячи штук, и я помнила, какой есть в коллекции. А когда марки люди коллекционируют, они их тоже помнят. Меня даже спрашивают в наличии, какие игрушки есть. Они же здесь, у вас дома игрушки. Я не помню, какие на память. Да. Хочется здесь вспоминать. Ну вот, а бабушка наша говорит, что у меня плохая память. У меня ещё хорошая. Магнит с блокнотом для записи хохлома овен. Это вышиватель для блокнотика. Классно, 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 классно. Я, кстати, посылочку так перебирала, но вот это не обратило внимания, что это блокнот. Я увидела, что это вышивка, и только сейчас прочитала, что это блокнот. Я так уже быстренько-то перебирала. Смотреть. Без вас уже вскрывала же посылку. Спасибо большое, Лена. Вообще обалденные подарки. Я, правда, Лену уже много раз благодарила в личку, но я думаю, что не лишнее будет ещё поблагодарить. Так, и здесь ещё для Алины пряжа. Самые худовые цвета, вот это вот. Может, Василисе что-нибудь свяжешь? Да, одежда не очень получается. Не очень? А игрушки вяжешь ты из этой мелкой? Ну, вот я говорю, я гриву в основном делаю. А, это же на гриву тебе идёт, на единорогов. Ну, Лен там. Класс, точно. Это же очень ходовая для твоей гривы, потому что в основном единорожки заказывают. Спасибо большое, Лена. Спасибо. Посмотри, тут наполнитель вот для игрушек тебе. И вот это, помнишь, антистресс. Да. Можно мешочек маленький шить и в животик добавлять мешочек с антистрессом. Не полностью набивать, а делаться как мешочек в животик. Классно, да? Да, правда. А вот это мои любимые для бисера органайзеры. Они отдельные, вот такие. Я очень люблю вышивать вот с такими органайзерами. Ух ты, а вот это вот классные для таблеточек. Кстати, я забываю, какие таблетки мне нужно выпить. Это английский, ты знаешь, что написано? Да, санды и манды я знаю. Что такое тинждый? У них санды с воскресенья начинаются. Это мы в школе учили, я помню. Я неплохо училась в школе. Вообще, для бисера рукодельницы приспосабливают вот такие коробочки. А мне не мешало бы таблеточки. На неделю разложить и пить, потому что я ежедневно принимаю. И бывает забываю, я выпила или не выпила какую таблетку. Вечернее время, типа, ланч. Я только утром все таблетки пью. Там у меня несколько штук. Но бывает, что я, например, выпью, там, три таблетки, я не помню, четвертую выпила или нет. А тут прям можно разложить их. Смотри, закрывает, смотри. Закрывает, закрывает. Порядок наводит. Что, хватит с тобой играть? Да? Не дает нам перебирать. Еще сколько наполнителей, смотри. На три игрушки. Да. Кстати, чтобы посылки не болтыхались на почте, очень удобно их наполнить. Смотри, смотри, он думает, что это не пикает. Он носом проверяет, пикает или нет. Он все игрушки так проверяет. Ах, ты сильнее. Никак. Ну-ка, а это? Пик? Нет? Пик-пик? Нет, не пик-пик. Ой, не-не, не кусай. Нет, 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 нет. Ага. Все, все, не пикает. Уложила носом все укладывает. Ну все, Леночка, спасибо большущая. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока всем. Спасибо за просмотр. Латвичек. Пока. Ну-ка. Пока-пока-пока-пока. Пока. Продолжение следует...